А вот далее идет странное-странное задание. Сократите дробь. Сократите дробь. Итак, посмотрите, какую дробь надо сократить. p от b, деленное на p от 1, деленное на b. И причем p от b это вот это вот огромное число. Что я сделаю? Я скопирую эту дробь и напишу равно. И дробная черта. Итак, в числителе у нас p от b. То есть, вот это вот все, вот это вот все число я перепишу. Все сохраняю, сохраняю скобки. b плюс 3, деленное на b умножить на 3b плюс 1, деленное на b. Переписала. Теперь работаем со знаменателем. Как с ним работаем? Надо посмотреть на вот эти значения. Вверху у нас просто b, а внизу у нас 1, деленное на b. То есть, там, где написано b, мы это b будем заменять на 1, деленное на b. Только b будем заменять. Не дробь умножать, не что-то там преобразовывать. А если видим b, вот, например, вот здесь у нас b, мы сразу же пишем 1, деленное на b. Далее идет плюс. 3 у нас не меняется, а вот b пишем вместо b 1, деленное на b. Ну, трехэтажные дроби получатся, но ничего страшного, ничего страшного. Далее. Снова 3 у нас не меняется, а вот вместо b мы пишем 1, деленное на b. И плюс. 1 у нас тоже не меняется, а вместо b мы пишем 1, деленное на b. Смотрите, числитель у нас останется абсолютно таким же. Абсолютно таким же. Я его просто вот так скопирую. Равно у нас здесь. А знаменатель нужно чуть попреобразовывать, потому что на трехэтажные дроби это все-таки не очень. Ну что, скобка открывается? 1, деленное на b. Преобразовывать нечего. Так и пишу 1, деленное на b. 3, деленное на 1, деленное на b. Трехэтажная дробь. Каким образом она преобразовывается? То число, которое на третьем ярусе, на самом нижнем, переходит в числитель. То есть получится плюс 3b. Ну, как бы деленное на 1, но на 1 смысла делить нет, потому что все то же самое получается. Дальше. 3 умножить на 1, деленное на b. Это умножение дробей, то есть будет 3, деленное на b. И плюс 1, деленное на 1, деленное на b. b у нас снова на третьем ярусе, оно снова перейдет в числитель. То есть будет просто b. А теперь внимательно смотрим на эти скобки. Абсолютно внимательно смотрим на эти скобки. Вы должны кое-что увидеть. Вы должны увидеть, что скобки у нас одинаковые. Вот эти две скобки одинаковые. b плюс 3, деленное на b. И 3, деленное на b плюс b. Без разницы, в каком порядке писать, да, ведь? Потому что и там, и там b положительное, и 3, деленное на b тоже и там, и там положительное. Значит, эти скобки абсолютно одинаковые. Я могу их сократить. Раз, два. Сократила. Смотрю на другие скобки. 3b плюс 1, деленное на b. 1, деленное на b плюс 3b. Тоже они одинаковые. Тоже сокращаю. Вопросы? Задание не очень легкое, поэтому задавайте, если что. Ну все, все посокращалось, а когда все посокращалось, будет ответ 1. Вот все. Продолжение следует...